Почти 200 октябинцев получили микрокредит и начали свой собственный бизнес. Вот они участники второго направления программы продуктивной занятости и массового предпринимательства. Новички в сфере бизнеса занимаются сельским хозяйством, открывают новые производства, укрепляют сферу услуг. Участники государственной программы открывают в октябре ателье парикмахерские, сварочные и мебельные цеха. Активно занимаются сельским хозяйством. В прошлом году микрокредиты получили 82 человека на сумму почти 800 миллионов тенге. Итоги этого года подводить еще рано, говорят в центре занятости. Но уже очевидно, что они будут успешнее прошлогодних. Новички в сфере бизнеса могут получать и гранты в размере 100 МРП. Механизм начал действовать с этого года. Изначально необходимо пройти краткосрочные курсы, а затем побороться за получение безвозмездного финансирования. На сегодня 19 октябринцев уже поделили между собой более 4 миллионов тенге. Эффективное освоение средств по второму направлению программы продуктивной занятости и массового предпринимательства продолжается. К слову, принять в ней участие можно будет и на следующий год. В текущем году в рамках реализации программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства получили кредит 81 человек на сумму 700 миллионов тенге. Основные направления получаются производство, услуги и сельское хозяйство. Основам предпринимательства обучили 109 человек. Из них изъявили желание открыть свой бизнес 34 человека. 45 миллиардов тенге и ипотеки выйдут к казахстанцам в 2019 году в рамках программы 7-20-25, а в ближайшие пять лет не менее 1 триллиона тенге ипотечных займов. Об этом сообщил председатель правления ипотечной организации Баспана. По его словам, реализация программы столкнулась с определенным дефицитом жилья, особенно в регионах. Согласно прогнозам, до конца года сумма одобренных кредитов составит 45 миллиардов тенге. Однако планировалось выделить 100 миллиардов. С целью решения проблемы компания профинансирует строительство жилья на местах. Компания Баспана готова выделять до 150 миллиардов тенге местным исполнительным органам средства для строительства жилья по программе 7-20-25. Первым акиматом по этой программе город Шимкент на прошлой неделе выпустил облигации на сумму 10 миллиардов тенге и компания Баспана их купила. Таким образом, в городе Шимкенте в ближайшее время начнется строительство жилья по программе 7-20-25. Всесторонний характер отношений имеет серьезное значение не только для Беларуси, но и России. Но, к сожалению, не все соглашения выполняются. Об этом заявил президент Беларуси на совещании по актуальным вопросам сотрудничества с Россией. Александр Лукашенко направится в Москву, где проведет переговоры со своим коллегой Владимиром Путиным. Президенты подведут итоги двустороннего сотрудничества в уходящем году. Особенное внимание главы государств уделят развитию взаимовыгодных отношений в торгово-экономической сфере. Акцент на реализацию прежних договоренностей в интеграционных форматах. Глава государства отметил, что много вариантов по решению вопросов во время предстоящих переговоров в Кремле. Но белорусская страна должна четко обозначить и отстаивать свою позицию. Мы должны были начать в середине этого года и закончить к концу этого года вопросы по ценам на газ. Мы в Питере договаривались с Владимиром Владимировичем решить вопросы нефтяные в связи с налоговым маневром в Российской Федерации. Однако на все наши предложения Россия не пошла и эти сроки фактически сорваны. И наша часть делегации завтра на переговорах с Россией, и российская часть должны будут ответить на этот вопрос. Почему принятое двумя президентами решение в Питере, мы приняли это решение, не было исполнено в этом году. Переговоры будут непростыми, вы все это прекрасно понимаете. Я хотел бы обсудить с вами, как будем двигаться дальше в решении интеграционных вопросов, уважая, непреклонно уважая, суверенитет двух стран и особенно выбор наших народов. Жители Армении нашли способ согреться зимой без серьезных трат. В Ларинской области стали запускать экобрикеты, которые тепла дают больше, а стоят меньше дров. Экобрикеты горят дольше дров и дают больше тепла, плюс позволяют существенно экономить. Одним можно топить дом несколько часов. Чтобы обеспечить тепло на весь отопительный сезон, одну квартиру в 100 квадратных метров потребуется около трех тонн брикетов. Для сравнения, на такую же площадь уйдет как минимум 15 кубометров дров. Так что, если топить печь только брикетами, можно сэкономить около 300 долларов. Предприятие по выпуску таких брикетов открыли на север страны, в Ларийской области. Там зимой бывают сильные морозы. Топливо делают из соломы и опилок. Производство безотходное. Сырье закупают у сельчан. Люди заодно зарабатывают. В сельской администрации говорят еще об одном преимуществе – производство, а природа охранная. У людей больше нет необходимости рубить леса и жечь солому. Раскрыть данные обо всех владельцах счетов и ячеек требуют от банков силовики Кыргызстана. В государственной службе финансовой разведки говорят, что это поможет им бороться с коррупцией. О новом методе стало известно недавно. Буквально через неделю после того, как у одного из высокопоставленных чиновников в банковской ячейке обнаружили почти миллион незадекларированных долларов США. Хотя сами разведчики говорят, что это просто совпадение – 890 тысяч долларов. Именно столько обнаружили в банковской ячейке, принадлежавшей бывшему вице-премьеру-министру. Сейчас финансовые разведки пытаются выяснить, как их официальный запрос, имеющий статус «Документ для служебного пользования» оказался общедоступным. А письмо к коммерческим банкам силовики объясняют работой под созданию специализированной базы данных. Якобы наличие такой информации позволит им быстрее ловить коррупционеров. Хотелось бы вести ясность и сказать о том, что мы не запрашивали наличие денежных средств в этих счетах, а также содержимое ячеек. Наш запрос запрашивали данные для формирования централизованной базы данных. Два года безвизового режима показали – иностранцы приезжают в Беларусь не только за впечатлениями. За год в Гронинском санаториях принял около 2000 иностранцев. В больницах и поликлиниках еще свыше 300. А здоровиться и подлечиться приезжают в основном из Литвы, Польши, Германии. И чаще всего пользуются услугами стоматологов и офтальмологов, обращаются за диагностикой, сделать анализы, пройти УЗИ и МРТ. Важную роль в развитии медицинского туризма сыграло и увеличение строка безвизового режима. Так только за год гродненским врачам удалось заработать на экспорте медуслуг больше миллиона долларов. Врачи намерены активнее рекламировать возможности региональной медицины в интернете. В следующем году расширят и перечень услуг. Вскоре больше станет и клиник, которая получит возможность принимать пациентов из-за рубежа. Почему едут к нам? Ну, качество помощи – раз, доступность помощи – два. И третий момент – небольшая стоимость услуг. Вот эти три компонента позволяют сегодня у нас видеть туристов. Надо поработать в плане развития взаимодействия более широкого с туристическими компаниями, которые являются поставщиками туристов, которые доносят информацию за рубежом до потребителя. Федеральная резервная система – единственная проблема экономики США. С таким заявлением выступил президент Дональд Трамп. Глава Белого дома в Твиттере сравнил организацию с гольфистом, сильным, но не способным попасть в лунку, поскольку у него попросту нет чутья. ФРС, по словам Трампа, не понимает необходимости торговых войн и сильного доллара. В этом году Федеральный резерв уже четырежды повышал базовую процентную ставку, а на следующий год обещает еще минимум два повышения. Дональд Трамп уже неоднократно выступал с резкой критикой данных действий ФРС. В последние дни американские СМИ обсуждают со ссылкой на свои источники возможное намерение Трампа сменить главу Центробанка. При том, что именно Трамп назначил его. Теоретически, президент может это сделать. Однако, по мнению аналитиков, это поставит под угрозу независимость ФРС и может обрушить рынки. Найти работу в Узбекистане очень сложно, а зарплаты мизерные. Многие не хотят уезжать, но вынуждены идти на это, чтобы прокормить семьи. Кроме того, узбекские мигранты говорят, что на них смотрят свысока как в России, так и на родине. За несколько последних десятилетий за рубеж уехали уже почти три миллиона узбеков. Это шестая часть общей рабочей силы страны. Такая ситуация ставит экономику Узбекистана в зависимость от российской и делает ее чувствительной колебанию курса рубля. Проблема медицинского обслуживания в удаленных деревнях все острее ощущается в европейских странах. Молодые врачи стремятся найти работу в городах, и мало кто решает открыть медицинский кабинет в деревне, где в основном живут старики. С прошлого лета в Германии этот медицинский автобус «МедиБас» еженедельно курсирует по небольшим населенным пунктом в Гассине. Он оснащен всем необходимым для диагностики. В последние три месяца доктор Матиас Рот принимает по 35 пациентов в день. Почти 70% из них старше 55 лет. Местные жители, конечно, предпочли бы постоянного домашнего доктора, но в ожидании такого чуда их спасает «МедиБас». Этот полезный опыт переняли у немецких соседей-французы. Уже в ближайшие месяцы в крупном регионе Оверн-Рона-Альпе, как ожидается, будет запущен подобный медицинский проект. В некоторых деревнях больше нет врачей. А там, где они есть, они настолько загружены, что просто работают на пределе своих возможностей. И вот в таких случаях в дело вступаем мы в качестве дополнения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok